Всем привет! Я заболела. Представляете, я держалась весь август. Ну, у меня август это вообще какой-то критический период относительно здоровья. Это обязательно там аллергии, проблемы с суставами, еще что-то, с пятками. Каждый август. А тут я весь август продержалась, не попала в больницу. И вот заболела в сентябре. Например, адски болит горло, больно говорить, больно поворачивать голову, лимфоузлы такие, что прям ого-го. Ну, короче, заболела. Как я болею? У меня обычно на болезнь выделяется строго ограниченное время. И я стараюсь, если уж болею, то болеть в сласть. Я себя максимально жалею. Я становлюсь сама для себя вот той нянечкой заботливой, которая мне нужна. То есть можно самим себя загнать, да, в какие-то рамки выстроить, что да, я болею, но я буду продуктивной все равно. Нет, вообще не буду. Вообще. И я прям говорю, господи, Ксюшенька, девочка моя, как тебе плохо. И ты вообще не спишь ночами. Да мое ты солнце. Я так себя жалею. И я прям этим упиваюсь. И вы знаете, за счет этого обычно достаточно быстро мне получается себя восстановить. Что сегодня по плану у нас с вами? Ничего. Мы будем на релаксе. Единственное, что если у меня появится настроение под какой-нибудь интересный видос или фильм, мы с вами покрасим волосы. Что я имею в виду? Вот сейчас, я не знаю, видно или нет. Я красилась относительно недавно, но у меня вот так вот, вот, вот так, светлые волосы. Причем это не отросшие корни, то есть это не волосы отросли, а как будто так, а ну не шипим, не ссоримся. Ай-яй-яй. Ну вот что это? То есть длина волос, вот полотно, забито краской. И подкрашивать в принципе не надо. Но корни, вот, да, вот эта часть, она вообще не берется. Она светлая, посмотрите, я как лысая смотрюсь из-за этого. Поэтому мы подкрасим. У меня тут мероприятия на выходных, поэтому нужно прийти в себя. И, собственно, все. Больше на сегодня планов нет. Отдыхать, пить много жидкости, жалеть, любить себя и быть к себе бережной. Все, больше планов на сегодня нет. Это что за красота? Это мне папа с Франции привез. Ну да, мы так будем считать. Папа пообещал подарок. Везти из Франции было не... Легко. Нелегко и не... Господи, слово вылетело. Не-не-не. Нецелесообразно. Вот. Поэтому кукла была куплена здесь. Но кукла с французским вайбом. Давай, открывай. Нет, мы сейчас посмотрим упаковку сначала. Давай. Проверочка на оригинальность. Не реклама. MGA. Оригинал. Так, смотрим назад. В коллекции тут 4 куколки. Наша. Вот эти, да, мы же видели. Вот эти, да, Виктори и пози мы видели. А джемс не было. Видимо, раскупили. Да, начинай вскрывать упаковку. А пока ты вскрываешь, я могу открыть, показать девчонкам, что у меня было куплено. День сегодня был непростой. Я устала. У меня заплетается язык от усталости. Заплеток языка. Да, заплеток языка. Вот такой топ в размере L был куплен, спортивный. Вот цвет, мне кажется, даже вам камера не до конца передает. Он прям фуксия-фуксия. Да, фуксия-фуксия. И к этому топу вот такие лосины с ягодичной частью пикантной. Видите? То есть она вот так сделана. Вы скажете, Ксюша, а зачем? Ты что, решила спортом заниматься? Ну, конечно, нет. Что за глупость? Как это нам не выглядит, не знаю. Брала вслепую. Там же в Каре были куплены вот такие домашние тапчи под кородульки с перекрестом вот здесь. Почему? Потому что тогда у меня не вылазит нога. Это размер 37. Это я взяла, чтобы мне было прям... О, порезалось? Поцарапалось. Все нормально? Крови нет? Нет. Ну, если что, обработай. Ты же знаешь, что делать? Да, да, да. Да, этим летом Вероника прошла курс этой первой помощи, по оказанию первой помощи в различных ситуациях. Так вот, тапки. Что еще? Еще я была в этом, в моде. Да, дочь, спасибо, помогай маме. Вот такую штуку купила. Это опять для вечеринки в стиле 90-х. Дальше там вот такой унитазик. Ну, это сложно вам объяснить, просто доверитесь. Да, и вот такая вот игрушка, как из нашего детства с этими... Из моего глаза. Ну, да, это такая вот игруля. Она была популярна во все годы. Да, это мне нужно будет для вечеринки. Ну, и, конечно, золотое яблоко. Успеваю я показать золотое? А, кольцо еще, я еще купила кольцо. Сейчас, посмотрите. Показание готово кукле. Сейчас, 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 сейчас. Вот такое кольцо серебряное с вот такими... Я думаю, это стекляшки. Я не думаю, что это фианиты какие-то. Вот. Все, смотрим куклу, а потом золотое яблоко. Что это за кукла такая? А ну-ка нам покажи. Такая кукла. Так. Да, она без тапочек. Я хотела сказать. Я думаю, у нее тапочки, наверное, должны быть там. Да, 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 в коробочке. Ну, ты давай, а можно мы пока посмотрим яблоко золотое? У тебя ж не готово еще все равно. Ты ж еще не открыла. Так, я хотела. Где ты видела? Не, мы хотим уже смотреть, извините, открывать коробочки и там подарочки, а не просто так. Ну, ладно. Кукла очень красивая. Посмотрите, она рыжая, с веснушками, румяна. Почему это она ведьмочка? Почему-то, ну, раньше, в ранние годы считали, что сражены волосомеры. А, слушай, да, действительно, наблюдение. Ну, мне кажется, это, конечно же, люди, видишь, раньше мало что знали и готовы были верить во всякую ерунду. Да, кольцо у меня обошлось в 1900 рублей. Мне кажется, это очень удачная покупка. И золотое яблоко. Собираюсь делать педикер, купила себе новую пилку, вот такую. Знающие люди говорят, что у пилки должны быть красная вот эта абразивная часть, тогда будет хорошо пилить. Но вот до этого у меня была красная, надоело. Вот такую черную взяла, она тоже двухсторонняя. Где она там двухсторонняя, не знаю. Потому что выглядит, как будто только на этой стороне что-то есть. Ну, посмотрим. Первая коробочка готова. Ну, ты вытащи все коробочки, мы будем открывать потом по очереди. Купила свою мечту. Вот этот шампунь Absolute Repair, молекулярное восстановление от L'Oreal Professional Paris. В чем суть? Вот этот шампунь 500 мл стоил там без скидки 2444 рубля, что-то такое. А 300 мл, 2439, короче, разница рублей в 5, вот реально. Но 200 мл в объеме разница. Ну, что-то около того. Попробую, расскажу вам. Возможно, я очень сильно разочаруюсь. Дальше. Это вообще меня просто соблазнили. Не знаю, я когда вижу вот эти, знаете, развалы косметические, когда в коробках, ну, в ящиках таких, скидочная косметика, мне сносит крышу. Салантаином вот такой тонер для лица, увлажняющий, успокаивающий. Тут все на свете. Сейчас мы посмотрим. Подожди. Вот так это выглядит. Очень по-медицински. Захотелось мне такой тонер. Ничего про него не знаю. Просто схватило. Да, схватило от жадности. Конфетки мы их с Вероника уже попробовали. Вот такие фоми. На кассе их много. Мне понравились. Очень мятные, прикольные. Круто. У меня просто холодная мята без всего. Потому что есть еще там с кокосом и другим. И вот такое взяла молочко для тела. Увлажняет и так далее. Это груша и фрезия. Было много вариантов. И есть такое молочко для тела с запахом детской присыпки. Кому нравится, имейте в виду. Там такое продается. Ну, давай. Коробки или куклу достаем? Куклу давай достаем. Поставим ее. Да? Нет, давайте сначала коробочки. Самое вкусненькое сохраним. Ну, давай. Я думаю, здесь очки. И это правда очки. О, какие у нее в виде бабочки очки. Прямо как я всегда делала. Смотри. А на упаковочке тоже бабочки нарисованы. Это великолепно. Сумка, сумка. О, какая сумка. Сейчас. Фокус не ловится. Секунду. Ого, какие у нее тут ложились. Так, сумочка вот такая. А она загнутая. Это просто она согнулась? Она вот так должна быть распрямленная, да, наверное? Смотрите. Смотрите. Она такая у нас... Ой, не порежь саму куклу? Может, я? Расчесочка для нее. Ну, мне кажется, надо вот потом вот сюда это все сложить. Смотри, как красиво. Какая картонная штука. Итак. Ну, шо за дамом она... Вашему вниманию. Фэшн. Звезда невероятная. Вот я убрала, чтобы вам было виднее. У нее очки. Посмотрите, какие сережки. Бантик. Она вся такая нежная. Машин фэшн. В этих бабочках, извини, Вероника, я уронила. Давай посмотрим ее туфли. Сумчу. Да, сейчас покажу ее туфли. Она такая прям дитя цветов. Вот если вы посмотрите, у нее, значит, вот эти... А, взливалась. Локоны. И на джинсах даже карманы прострочены. И они настоящие. И каждый бантик у нее вот тут детализирован. Вот такие. Ну, не очень мне нравятся. Есть у куклы, у которых... Бархат. Бархатные, да. Это Moonlight. Да. Так, все сделано. Она какая-то, как знаете, кантри-исполнительница какая-то, как будто. Либо из двухтысячных... Нет, она модель просто. Певица какая-то. Она просто модель. Очень, очень нежный образ. Хочу быть такой же, как дом. Ну, все в твоих руках. Вероника, это что? Половинка сердечек. Ага. Веронике куклу. А мне вот всякие такие штуки. Ты довольна? Да. Ну, все. Неси ее к остальной коллекции малышек. Итак, я уже подготовила все к окрашиванию. У меня улучшилось состояние здоровья. Почему? Мне написала подружка, что она к моему дню рождения что-то заказала мне на ВБ. И уже пришел заказ. Она говорит, иди забери подарок к дню рождения. До моего дня рождения, чтобы вы понимали. Так, я не могу посчитать. Восемь дней еще. А мы уже начинаем отмечать. Мне нравится. Я люблю пролонгированные праздники. Меня это очень радует. И как-то, не знаю, у меня настроение сразу улучшилось. Мне кажется, у меня даже голос переменился. Сейчас будем красить волосы. И знаете, что меня еще порадовало? Я тут искала, что посмотреть. И наткнулась на вот эту передачу. Господи, няня особого назначения. Я обожаю, обожала эту передачу. Там была, помните, няня Вика. Я забыла фамилию этой няни Вики. Которая, эта няня Вика потом появилась в шоу по беременном 16. И она там очень проявилась странно. Вместе с Оскаром Кучерой они ввели эту передачу. И она продемонстрировала, ну, как на мой взгляд, либо это была жуткая профнепригодность, либо она прогнулась под продюсеров и наговорила ерунды. И, конечно, в моих глазах упала. И вот, видимо, в передаче ее заменили. И на кого заменили? Это самое главное. Ярослава, по-моему, Рогачева у нее фамилия. Я не знаю, потому что я на нее подписана в Инсте. Запрещенный в России, разумеется. Как Ярославка. Она снимает скетчи по поводу воспитания. Это очень смешно. Она с классным чувством юмора, с самоиронией, с какой-то легкостью, при этом без воды. То есть у нее какие-то постулаты о воспитании базируются не на, там, не знаю, бабочках, там, тычинках, и все прекрасно в розовом цвете. А вот как-то все очень приземленно к нашим реалиям. И вот сейчас в этой передаче она занимается помощью родителям в воспитании. И это классно. То есть я рада, что передача возобновилась еще и с такой классной няней. Супер, супер. Вот я сейчас смотрю, пока вот вообще в восторге. Всем довольна. Обожаю передачи про воспитание. Намажусь и вас позову, наверное. Да? Ну, короче, увидимся. Я продолжаю свой болезненный влог. Вот, посмотрите. Я покрасила волосы и насколько по-другому все смотрится. Еще я покрасила брови. Они теперь у меня ужасной формы. Но ничего, с кожей все смоется. Дальше будем привыкать. Хочу показать вам обновки своего стола. Занимаюсь тут наведением красоты. Свет немножко мешает. Вот такую этажерку заказала. Она крутится. Не учла я, что она низкая и мало что сюда влезает. Но мне казалось, что это гениально. У меня здесь из икеи такое корыце было под цветы. Конечно, неудобно. Ну и наверху пока ничего не стоит. Не знаю. Некрасиво особо наверх что-то ставить. Может только что-то очень прям низкое. И вот такие заказала. Вот ватные палочки и диски с мешутками. Стаканчики. Вот. И вот такая у меня еще есть история. Сейчас как бы вам тут показать, чтобы было видно. Ну короче, тут тоже мишка. Браться надо за мишку, чтобы купол открывать. Или крутится. Такая история. Я, правда, туда запихала больше, чем нужно. Надо, наверное, всякие подводки, карандаши достать. Ну вот, как бы, господи, у вас качество освещения выглядит неплохо. Понятно, что еще требует доработки. Вот не знаю, с вот этой штукой что делать. С одной стороны, она у меня сейчас пустая, потому что я достаю только те помады, которыми я активно пользуюсь. С другой стороны, удобно, когда они вот так все стоят. Это Вероникина тушь. Она боится ее потерять. У меня хранит. Что еще? На стол не влезла вот эта история. А мне нужна урна. Я вот не придумала, как ее поставить, чтобы это не выглядело уродски. И вообще, наверное, мне нужна новая урна. То есть вот это уже выглядит тяжеловесно по сравнению с таким вот пластиком. Не нравится мне. И не влезла мицеллярка. Ну мицеллярку я могу, наверное, перелить куда-то. Потому что вот так ее поставить, ну это все. Посмотрите, как это некрасиво, какое нагромождение получается. Ну и уж коли сидим за столом. Вы уже этот свотч заметили, да? Уже он на мне есть. Сейчас свет выровняется. У вас все пожелтело. Камера перешла в режим теплого освещения. Вот сейчас он чуть похолодеет. Илья привез мне из Франции вот такой блеск. Fox Filler от Huda Beauty. Это блеск, который напитывает губы, но при этом их не щиплет. Это хорошо. У меня щиплющих продуктов за глаза. И я не все их вообще могу на себе выдерживать. Оттенок я выбирала сама. Сейчас я вам попытаюсь как-то его показать. Давай, камера, ты сможешь. Оттенок называется, сейчас скажу, Posh. Он коричневый, с таким лиловым немножечко подтоном. Прикольно смотрится. И здесь очень классный аппликатор. Я его сейчас попробую извлечь. Ну, мне же простительно, да, что я так снимаю хреново. Потому что, ну, я болею. Ну, что от меня ждать? Посмотрите. То есть, он кажется, ну, обычным. На самом деле он крупный. То есть, это конус. Это не плоский аппликатор. Он такой конусообразный. Набирает много продукта. И он так прикольно елозит по губам. Слово елозит, наверное, не надо было использовать. Но суть вы поняли. Он так прикольно наносит продукт. Это что-то божественно пахнет. Классно наносится. Вообще прелесть. Я в восторге. Пока мне безумно нравится. Но надо еще немножко его поносить на себе. Ну, по-моему, красиво. По-моему, и так видно. Прям такой осенний оттенок. Понятное дело, что на губах он более такой, он впитывается. Он становится светлее. Но, по-моему, красиво. Вот так. Так что, занимаясь своим туалетным столиком, пытаюсь придумать, как здесь создать красоту. Какую урну купить? Может, какую-то маленькую? Я знаю, что сейчас есть такие урны на ножках. Но они очень много места занимают. Там круглые всякие. Под дерево у них крышка. Но это мне не подойдет. Мне нужно что-то вот такое прозрачное, пластиковое. Надо что-то придумывать. Итак, вот так выглядит моя комната по вечерам, когда я сижу, работаю. Ну, сейчас я болею, на самом деле. И просто смотрю сериальчик. Сериал называется «Хаос». Всем советую. Прикольненький такой, про богов. И я хочу вам показать подарочек, который я сделала сама себе ко дню рождения. Абсолютная была такая, знаете, афера. Но мне очень хотелось в ней поучаствовать. Значит, есть байер, у которого я там косметику периодически заказываю из Америки. И она решила сделать такую типа акцию. Боксы с косметикой. Что там, никто не знает. Бокс стоил 3000 рублей. И в каждом боксе 5 полноразмерных продуктов. Я примерно знаю ее ассортимент. Понимаю, что там 2 продукта или 1 продукт может окупить стоимость коробки. И я решила купить их себе 2. Вот так побаловать себя перед днем рождения. И честно, была ли я готова к тому, что там какая-то ерунда окажется? Была. Была ли я готова, что там будет что-то с истекающим сроком годности? Да, была. Сказать, что я счастлива, что вообще на это подписалась, это ничего не сказать. Я вам начну вот этого показывать. Тут была красивая ленточка. То есть боксы, байер и ее помощница, они как бы собирают сами, и они предупреждают, что боксы не повторяются. Соответственно, я заказывала 2, зная, что у меня боксы не повторятся. Сейчас я вам покажу. Не все буду свочить, потому что еще не все открывала. Не считаю нужным, потому что еще не уверена, у меня ли это останется, или я переподарю кому-то. Тушь. Вот такая свет-камера Lashes ресницы. У меня такой туши не было от бренда Tarte. Сейчас я вам скажу ее просто в упаковочку. То есть это такой, как кожаный чехольчик. Именно такой у меня не было. Была зеленая. Ой, не зеленая, синяя. И это что за тушь? Она с каким-то эффектом. Объем, удлинение, подкручивание. Должна быть стойкая, ухаживающая. Ну, посмотрим. Тушь. Дальше. В этой коробке от бренда KVD вот такая Glamrock палетка. Сейчас я вам ее открою, но свочить не буду. Так она выглядит. У меня очень много теней, поэтому я не уверена, что она мне придется ко двору. Здесь нейтральный оттенок, который может быть скульптором. Очень красивый оттенок. Либо складочку растушевывать. Углубить складку. Ну, очень красивый синий. Ну, да, вам камера передает. И вот этот оттенок сияющий. Смотрите, вам камера его передает, как какой-то, ну, больше серебряный. Ну, нет, он золотистый. Уходит очень красивый оттенок. Зеркальце есть. Ну, вот такая приятненькая палеточка. Здесь был вот такой блеск. Да, это же блеск? Или что это? А, матовая, жидкая помада. Какой нахрен блеск? То есть, посмотрите на сам спонж. Он как лопаточкой набирает в себя продукт. И сейчас я вам покажу, как это сводчится. То есть, сейчас это застынет. По-моему, очень красивый. Классный нюд. У меня все нюды уходят в сливу какую-то. А это такой прям в коричневцу. Ну, но не коричневая, как земли поела. Чего я так держу камеру, господи. А красиво. Мне нравится. Ну, тут была еще открыточка. Еще тут плюшевое сердечко было маленькое. Веронике подарила. Дальше от бренда Джеффри Стар. Суприм Глосс. Это пигментированный блеск для губ. И вот с ним тоже я не знаю. Дело в том, что этот оттенок... Господи, как его открыть? Вот так выглядит оттенок. И он, вот как он здесь выглядит, он так и будет переноситься на руку. Потому что я когда смотрела сводчи этой коллекции, это блески, которые именно пигмент отдают полностью. И есть у меня подозрение, что на мне этот блеск не будет смотреться. Он будет смотреться на загорелой коже, либо на смуглых девчонках. А на мне нет. Оттенок называется, сейчас скажу, Watermelon Soda. И последнее, что было в коробочке, что меня, если честно, очень порадовало. От Нитроджины крем для рук. Так, с глицерином, чего-то там. У меня похожий, ну, другой, но тоже от Нитроджины был крем для рук. Мне его дарила моя зрительница. И он офигенный. Просто я его использовала зимой, не закончила и убрала опять на холода. Потому что он прекрасен именно для холода, для сухой кожи. Меня это очень порадовало. Я сейчас уделяю вообще внимание рукам, потому что, знаете, можно тысячу раз заниматься лицом, но руки выдадут ваше возрасте. У меня руки, я смотрю, как у меня кожа истончается. И меня это немного печалит. Так, дальше. Давайте я вам покажу второй бокс. Второй бокс вообще, ну, я от восторга не буду говорить, что со мной чуть не случилось. Ну, то есть я открыла этот бокс. Мне он очень понравился. Я буду все использовать. Тушь прекрасная, помада офигенная, в осень я буду ее носить. То есть мне все понравилось. Я открываю второй бокс. Ну, тоже было все красиво. Тут наклеечки. Опять-таки открыточка. И смотрите, что здесь. Здесь была... Господи, это не сыворотка. Это знаете что? Это праймер от Ordinary. Это именно завершающий этап даже не ухода. Это первый этап макияжа. Ну, или, да, завершающий этап ухода. Что-то такое. Он в кипетке. Я, честно говоря, такими продуктами не пользовалась. Но, может быть, и пора начинать. Эх, 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 эх. Обещает выравнивание. Обещает, что там какие-то супер пластичные силиконы, которые держат лучший тональный крем. Выравнивают порки. И вообще все на свете делает. И ухаживает за кожей. Посмотрим. Дальше я, когда увидела вот эту штуку, я думала, я буду визжать. Дело в том, что я всегда мечтала... Свет, пожалуйста, мне сюда. Свет, камера, мотор. Дело в том, что я всегда мечтала... А вот в этом скрабе для губ от Джеффри Стар. Я даже его хотела купить. Но что-то я там узнала цену. И я такая... А, не, не сильно я хочу. Не буду. И не стала покупать. И тут он мне попался. Вкус у меня... Какой-то тут, значит, радужный щербет. Видимо, так называется. Я уже его вскрыла. Я, когда увидела, я верещала от восторга. Правда, я так хотела этот скраб для губ. Суть в том, что он съедобный. То есть, вы после того, как губы помассировали, вы его можете слизать с губ. Не надо, наверное, этого делать. Но можете. Вот так это выглядит. Он, не знаю, ну, чем-то фруктовеньким пахнет. И я прям сейчас закончу, когда с вами общение. Я его на губы нанесу и попробую. Я даже его не буду в коробочку убирать. Безумно его хотела. То есть, для меня эта коробка все. Я уже была в восторге. Дальше мне попался продукт. У меня очень много пудр, хайлайтеров. И вообще хайлайтеров. И, ну, это для меня слишком много. Поэтому я его подарю. Будет лежать у меня. Значит, это такая шелковая пудра. Ampt, да? Как это читается? Или Ampt. Не знаю. Сейчас я вам покажу, как она выглядит. Это рассыпушка. Такая пудра, которая придает сияние. Очень красивая упаковка. Ну, как все у бренда Jaclyn. То есть, смотрите. Вот такая пудра. Как все, да? Переливается. Ой, уже я залапала. Ну, надо будет протереть. И там вот так боком, наверное, покажу. Смотрите, вам не видно. Вам кажется, что это бежевая пудра. Но она не бежевая. Она золотистая. Она очень красиво сияет. Но, опять-таки, у меня очень много просто подобных продуктов. Не вижу смысла дублировать. Тут был карандаш для губ от Smashbox. Оттенок я сначала... Сейчас сделаю сводч. Я сначала его, честно говоря, не поняла. Увидела, думаю, ну и зачем мне вот такая коричневая история. Ну, это же сюрприз бокс. Мы же не знаем состав. Поэтому... И вот здесь, кстати, в сочетании видно, да? Никс Линжери, да? Как выглядит помада. И вот действительно трушный коричневый карандаш. Но помада, мне кажется, несколько трансформировалась при застывании. Ладно, не важно. В чем суть? Карандаш от Smashbox. Medium Neutral Rose. Ну и все. Значит, какой-то карандаш для губ. Я думаю, ну, прикольно. Ладно, будет коричневый карандаш. Чего их много не бывает. И когда я увидела, что там лежит еще, я аж начала визжать. Мама не даст соврать. Она видела мою первую распаковку. Я... Ну, это... Ладно. От бренда Aua Glass. Посмотрите. Вот такой сет из двух помад разных оттенков. Сейчас я открою. Я вам покажу, сделаю сводчин. Просто мне ее тяжело будет вытащить. Ну, тут так упакована. О, боже. О, боже. У меня сейчас разрыв в сердце случится. Ты не ударилась? Ты не разбилась? Вот так выглядит помада. Как волшебная палочка. Практически очень красивая. Тонкий-тонкий стик у помады. И вот она рядом с карандашом. Ну, не знаю, бликует? Не очень видно вам, может? Но карандаш темнее, чем помада. Но они вот, когда рядом, они прям парочка. И я думаю, что недаром в один бокс их положили. Это приятно. И к помаде есть еще вот такой запасной... Да, блин, где фокус? И к помаде есть вот такой запасной... Как его называют? Стик. Ее такая основа помадная. Сейчас я вам как раз покажу, как сама помадка выглядит. Тонюсенькая. Это так красиво. Это так изящно. Помада цвета. Конечно, отвал башки. Вот она бордовая красотка. Очень красивая. Такая кремовая. Не думаю, что будет стойкой. Ну, и я из-за такой красоты готова все простить. Ну, вот и скажите. Авантюра это была? Да, несомненно. Кайфанула я. Получила я ощущение Нового года? Да. Нового года своей жизни. Обожаю дни рождения. Обожаю. И всегда лучший подарок это куча подарков. Прошла почти неделя. И я не выздоровела. Это безумно странно. Я принимаю меры. Ну, то есть, я не пустила на самотек это все. А мое горло безумно болит. Мне больно глотать. При этом у меня там нет температуры. Короче, ладно. Что я вам рассказываю? Грустно. Грустно это все. Мне больно долго разговаривать. Не могу. Что такое, господи. Напрягать горло. Поэтому я, видимо, выложу этот влог в понедельник вместо эфира. Честно ли это с моей стороны? Блин, не знаю. Но это по-любому такая бережная стратегия относительно самой себя. Потому что вы знаете, кто на эфиры ходит. Я говорю в эфире без остановки. Полтора-два часа. И я не молчу. А я вот даже сейчас поговорила. Мне прям больно. Пожелайте мне скорейшего выздоровления. До дня рождения считанные дни. А я вот так сдулась. Отстой вообще. Неправильно, Ксюша. Давай, срочно бери себя в руки. Ну, как вот это существо можно не любить, скажите. А-а-а, в спину. Цивери. Это я еще и когти подстригла. Так вот, пожалуйста, не ожидайте от меня многого. Мне на этой неделе нужно прийти в себя. Потому что в конце этой недели спектакли и день рождения. Но, но, самое главное. Я вас люблю. Я про вас помню. И если я им вдруг не выхожу на связь, там, чего-то не публикую и так далее. Это вот только потому, что нет сил ручки поднять, скажем так. Только поэтому. Люблю безмерно. Удачной вам недели. Ведите себя хорошо. Ну, или как вам заблагорассудится. Самое главное, будьте здоровыми. Очень вас сильно люблю. И пока. Продолжение следует. Продолжение следует...